всех приветствую константин гражданкин сегодня очень интересная тема называется твои не твои люди тема очень интересная но вызовет очень много протестов мне так кажется потому что это одна из самых больных тем для всех людей которые живут на этой планете потому что видите ли одиночество знающие люди умеют распоряжаться одиночеством но зачастую все живые существа стараются жить вместе и сотрудничать друг другом жить вместе в этом видео речь пойдет о встречах разлуках о человеческих взаимоотношениях если кому-то кто-то не поверит в это или ему покажется что это еще одна сказочка это его право опять же напоминаю что все это рассказывается из личного опыта допустим начнем с меня я всегда очень тяжело отпускал людей раньше мне казалось что все люди с которыми я познакомился с которыми мне было где-то хорошо где-то не очень я замечал что не всегда положительные чувства связывают людей зачастую отрицательные чувства очень связывают людей также мне хотелось время вокруг себя собирать людей которые мне в определенный момент нравились да и если этот человек относился ко мне как-то как мне казалось не должным образом я старался положить все усилия чтобы этот человек признался себе мне наверное не знаю что он меня очень любит то есть это наверно дикое желание нравится всем также мне всегда казалось что люди которые окружают меня мне почему-то должны что-то то есть должны любить меня должны говорить мне правду на каждого человека я смотрел через призму своей своего восприятия и мне казалось что если я поступаю с человеком честно он должен со мной поступать честно если я доверяю человеку он должен мне доверять полностью но очень такого много интересного мне происходило в моей жизни что люди испытывали мое доверие сначала потом скажем обманывали его а потом допустим я обманывал чего-то доверие то есть было такое еще я заметил что как люди так и я веду себя и ведут себя люди веду себя я именно так как ожидаем то есть как а я ожидаю от человека так он себя ведет как человек меня видит ожидает от меня определенных действий как ему кажется он меня знает и он ждет от меня этого и иногда замечая допустим и общаясь с определенным человеком мне допустим хотелось его обмануть а потом когда я начал выяснять в чем же дело оказалось что этот человек думал что я его обману с самого начала и он только в своем утверждении был прав типа вот видите я же говорил что он такой и тогда первый раз столкнулся конечно зеркалом я очень удивился тогда но не придал сильного значения я думаю что это просто совпадение хотя вся моя интуиция говорила что нет это не так это это правда и принципе вот так всегда по жизни было что я чего-то ждал от людей они не оправдывали мои ожидания я разочаровывался и все скажем так приобретал привычку не доверять людям но мой врожденный какой-то вот оптимизм моя врожденная улыбка наверное не всегда выручали и я еще и еще раз давал людям шанс обмануть меня вот через какое-то определенное время произошло очень интересное событие мне начались сниться сны из будущего то есть мне снились здания которые построили спустя только несколько лет не снились люди с которые появились моей жизни спустя много лет мне начали сниться варианты событий за год до случая за два за три максимум было за семь лет и все они сбывались сначала я конечно опять же не придавал этому значения думал что ну приснилось потом когда случилось это думаю ну мало ли может просто я ожидал и оно прислучилось то а потом я в принципе настолько погрузился во все сны то есть не то что погрузился я стал в них разбираться и стал у нас скажем еще один один мир в котором я жил я стал там очень много узнавать дополнительного то есть меня жизнь на 2 на 2 состояния то есть бодрство неясно но когда я засыпал я не отдыхал я продолжал изучать по мере того насколько мне хватало осознанности изучать именно те вопросы которые я хочу иногда меня конечно уводило в дебри но чаще мне получалось узнавать то что я хочу и тогда впервые во сне я увидел что люди никому ничего друг другу не должны я увидел настолько многовариантность я попал один раз коридор смотрителей там было очень много дверей и за каждой дверью происходило какое-то событие из моей жизни и я не успел везде рассмотреть потому что там два смотрителя подошли и сказали один из них говорит слушай а что ты вообще тут делаешь тебе тут рано типа мы валя отсюда и мне пришлось реабилитироваться оттуда вернее хотел от них свалить они меня так аккуратно тактично оттуда вытолкали но подсмотреть я там успел очень ну так достаточно много что хватило несколько лет мне попереживать это все в уме и когда это все случилось события эти подтвердились я тогда и вспомнил что в одной из дверей я именно даже не увидела почувствовал что все людям никогда ничему друг другу не должны вести себя ожидать то есть я даже это не могу передать словами но настолько большая и огромная там многовариантность что слова должны там теряет свой смысл вообще то есть мы там все мы и палачи и жертвы и любовники и любовницы одно и то один тот же человек и дети и взрослые и старики и дети и там подростки все мы в одном лице то есть мы можно сказать играли все эти роли и в принципе я начал смотреть на людей с другой стороны что каждый из них играет свою какую-то роль и когда я это понял у меня ну где-то полгода точно у меня было совершенно другое видение людей то есть я смотрел и думал ё-моё как же вы все интересны как вот в театре знаешь актера ооо это там караченцев ооо это там боярский ооо и ходишь как по театру да только на людей смотришь и такое вот интересное состояние было но со временем прошло я вернулся к жизни начал я понял в чем фикус в принципе начал активно действовать ну спокойно работать в этом мире потому что я понимал чё почем и откуда но после этого я приобрел достаточно такой спокойный талант для меня позволять людей людям идти своей дорогой самый главный талант я считаю и я смотрю что люди сейчас в основном это их самое уязвимое место я видел глаза девушки когда ее бросает парень мало того я когда-то сам так делал я видел глаза парня которого бросила девушка мало того я сам был на этом месте не единожды я видел как разные были состояния у людей потери приобретения радости события там свадьбы первый ребенок и вот эти состояния все я понимал для чего они нужны иногда тяжело было их переживать потому что когда ты видишь это со стороны когда это случается с тобой это две разные вещи но если ты начинаешь понимать что это это всего лишь ну не то что игра это необходимые уроки что ли для людей ты начинаешь к этому относиться совершенно по-другому но жить то приходится в этом мире поэтому у каждого есть из нас задача у каждого хочет там мужчина жениться и не надо мне там убеждать что холостяком круче это вы до определенного времени выпендриваетесь каждая женщина хочет найти себе мужчину своей мечты с которым бы она была счастлива каждый мечтает о хороших родителях или они уже есть у него или родители мечтают о хорошем ребенке если вы еще не родители вы уже мечтаете все равно чтобы ваш ребенок был самый лучший чтобы он был лучше чем вы и и к сожалению эти же ожидания и портят людей они просто не могут принять людей таковыми которые не являются и допустим когда человек допустим вот опять же меня далеко возьмем если я встречал там допустим девушку и она не совпадала с моими ну допустим она совпадала только внешностью с моими идеалами идеалами о женщине но когда я начинал с ней общаться или там встречаться какое-то время я понимал что это недалеко не мой идеал и был даже такой период в моей жизни когда я говорил вот блин коза оказалась не той которой я ожидал ее для себя типа вот сволочь не стала моей мечтой и там людей встречаю которые говорят вот я устроился на работу таким-то менеджером и думал что моя работа будет вот такая а она не такая но мы сейчас о людях говорим или там что вот это за ребенок там детей начинают ругать родители свои вот что это за ребенок вот Вася Пупкин вот такого бы мне сына там или дочь вот посмотри как он учится а ты или там посмотри как у него получается там спортом заниматься а ты ну допустим или девочки вот смотри какая-то аккуратная Машенька там и красивенькая а ты как раскоряка ходишь или муж жене говорит посмотри какая вот там Светка Иванова глянь какую задницу себе отрастила накачала хорошую а ты задницу туда отрастила ходишь ты целлюлей там трясешь или там мужика вот посмотри какой там Федя богатый чувак на машине ездит а ты блин концы к концами не можешь за свою работу попросить там больше денег и так далее то есть сколько я смотрю вот таких вот случаев и событий в жизни людей они есть в жизни каждого человека каждого я не встречал таких пар которые были бы на 100% довольны собой ну вернее теперь встретил это мы наверное по крайней мере я так считаю теперь по крайней мере я очень доволен я очень доволен я хочу вам сейчас сказать про половинки когда вы найдете свои половинки вы поймете что это что это они стоит запомнить самое главное правило ваша половинка вас никогда не бросят никогда что бы ни случилось а если вас бросили значит это не ваша половинка потому что ну как может ваша половинка бросить ну подумайте если это ваша половинка другое дело если вы представили себе что это ваша половинка она вас бросила и вы такие ооо какая половинка нехорошая взяла меня бросила понимаете в чем дело что такое две половинки или два человека которые твой человек или вы люди двоих ну то есть друг друга это когда вы через время начинаете цвести все больше и больше не когда вы сначала встретились такие красивые и радостные а потом затухли и стухли и через время развалились а на мой взгляд две половинки это когда они соединились и только лишь спустя время как вот в земле росточек он находится и только спустя время они начинают расцветать и любовь с годами не уходит а наоборот только начинает появляться потому что каждый раз оба человека обе половинки убеждаются в том что они действительно половинки и они у них нет секретов друг от друга они радостные в них глаза горят они всегда счастливы они просыпаются с улыбкой засыпают с улыбкой они никому не завидуют потому что зачем завидовать если у них свое все прекрасно и они не хотят ничего делать они помогают другим людям потому что они хотят чтобы все были счастливы так они как они а если представить что таких половинок много и если вы упустили одну и другой не будет это наверное глупо думать что другой не будет из семи-то миллиардов людей как-нибудь уж собрать половинки а если взять еще туда и детей прикрепать то это уже не половинка а какая-то еловая шишечка получается со многими-многими лепесточками и если людей начать принимать какие они есть будь то твой ребенок если вот он такой он такой вот не надо думать если ты хочешь чтобы у тебя ребенок был как Вася Пупкин иди у сыновь и Васю Пупкина но если ты просто примешь что у тебя вот такой вот ребенок и не захочешь из него лепить то чего ты сам не достиг в жизни а просто примешь то что он чем он кем он является и поможешь ему тоже расцвести а критика в отношениях она только убивает любовь она критика всегда убивает любая критика молчалива или нет в принципе даже если вы молчите друг другу если вы у вас есть склонность к обидам молчаливым это хуже чем если вы поорете друг на друга и выясните отношения потому что молчание оно усиливает резонанс то есть если вы подумали о обиделись на мужа или на жену и подумали плохо и это не высказали а промолчали замолчали ваша энергия умножилась и скажем таким образом вы как бы можно сказать прокляли свою половинку то есть обрекли если вы думаете раз смотри твоя жена там улыбается тебе гладит тебе рубашку. Вот как в этом Бирюков, наша Раша. Жопа толстая. То есть он сам программирует ее. А если ты говоришь, какая ты у меня сегодня прекрасная, какая ты у меня красивая, у меня каждый день все лучше и лучше. И каждый день ты у меня все лучше и лучше. И каждый день ты у меня красивее и красивее становишься. Улыбчивее и улыбчивее. Тогда человек расцветает. Я на себе это почувствовал. Мне вот Аня в свое время очень сильно поддержала. У меня когда мне еще непонятно было, не устоялся я достаточно в себе, метался. Последние вот эти мои метания были, когда мне казалось, что люди еще мне что-то должны. Она меня в любом случае поддержала. Какой бы, в каком бы я состоянии не был. Трезвым, нетрезвым. Прав я, неправ. Со щитом, на щите, неважно. Я всегда был хороший, всегда был молодец, всегда был любимый. И мне понадобилось два года, чтобы расцвести. А на самом деле расцвести. это ни с чем не передаваемое ощущение. Но чтобы так получилось у всех, это может у всех абсолютно, не может, это у всех должно получиться. Потому что нет ничего проще. А в чем сила? Сила в правде. Когда вы говорите друг другу правду всегда, всегда, с самого начала, жрать на ваших встречах. Ну, в принципе, правду говорить никогда не поздно. Потому что, если вы скажете правду, и вас бросят, скажем так, то, значит, это не ваша половинка. А если вы скажете правду, и вам скажут, ну, в принципе, знаешь, и я тоже вот так вот так. И вы, может быть, там помучаетесь друг с другом чуть-чуть. И решите либо расцвести дальше, либо наоборот завянуть и расстаться. Но это лучше, на мой взгляд, чем жить и сожалеть о прожитых жизнях друг с другом. Потому что любые, это касается дела не только половинок в любви и в семье, и не только детей. Это касается друзей, и касается даже случайных знакомых или людей, которые обратились к вам по работе или знакомых. Я просто понял в один миг, что мы можем идти вдвоем по жизни с другом или еще с кем-то, а потом наши пути разойдутся. И если я буду тянуть за собой друга, я, получается, буду совершать насилие над ним, притягивая его к себе. А если я пойду за ним, я нарушу свои принципы и свои цели, и получается, что я тоже не добьюсь того, чего хочу. Поэтому я в определенный момент понял, что нужно позволить каждому идти своей дорогой и никогда никого не держать. И когда я это понял сначала головой, а потом принял это всем сердцем, всем телом, всей душой, это не сразу произошло. Это произошло в течение нескольких лет, даже я бы сказал. Я теперь просто радуюсь от встречи с любым человеком, которым мне познакомила судьба. Но я также научился легко прощаться с людьми. Причем прощаться надо уметь навсегда. Это очень полезное качество. И пожелать тому, с кем ты прошел часть пути, очень большую удачу. Потому что вы были друг друга учителями. Когда-то учителями, когда-то друзьями, когда-то любовниками, когда-то еще кем-то друзьями. Неважно. То есть кем-то вы были друг для друга. Или просто учителями нехороших дел, допустим. Или учителями негатива. Но вы были учителями друг к другу. И вы преподали друг другу урок. Мне одно время было тяжело достаточно, когда вот сны мои начали сбываться. Мне тяжело было потом подождать этого события. То есть, понимаете, я знал, допустим, что я через год уже расстанусь с человеком. И мне было очень тяжело. Потом я понял, как это, в принципе, можно избежать. Если это хотелось бы. Но это уже был бы другой калинкор. Это было бы, знаете, опять из той серии, что я бы подстраивался или подстраивал бы человека под себя. То есть, если там мне многие ребята говорили, вот я бы хотел знать свое будущее. Не, ребят, это не так интересно, как вам кажется. И последний сон, который я видел и сказал после этого, я не хочу больше видеть такие сны, он был датирован через еще 15 лет. Поэтому долго еще этого ждать, но он скорее будет будет позитив. И если я дойду до этого сна, если я ничего не поменяю и буду делать то, что делаю, это будет очень интересное событие в моей жизни. И очень радостное. Но до этого еще времени надо жить. Поэтому я просто буду радоваться того, что я знакомлюсь с людьми с людьми. Очень просто их буду встречать, очень просто их буду провожать и каждый раз желать им удачи, говорить привет при встрече и говорить до свидания при расставании и помогать им, если они захотят. Но желать зла или ругать их за то, что они не оправдали моих надежд в отношении меня, это по меньшей мере это просто нелогично. Если лягушка не стала крокодилом, ну это может потому, что она просто лягушка или она играет роль лягушки в этой мире. Как вам кажется? До свидания.